Всем привет друзья, с вами Александр и я продолжаю играть в мод Old Story. Мы в темной долине, у нас есть задание найти сталкера по кличке Хандра. Именно он скупал радиодетали в большом количестве. Зачем и почему он это делает, нас попросил выяснить протессор Каланча, которому мы передали флешку с данными о выбросах в зоне. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой и что здесь делаешь? Я наемник, ищу сталкера по кличке Хандра. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Почему умерт? Что здесь происходит? У нас постоянно кто-то нападает, действует профессионально, не оставляет нам шансов. У нас вроде бы контроль нас по всей долине, но это не помогает. Все ясно, пойдем на базу свободы. Что скажешь, брат? Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Помочь отразить нападение. Посмотрим, кто там напал на кого. Мертвые свободовцы. Неужели эти собачки устроили такой доносит? Ладно, отправимся на базу. Эй, мужик, ты на территории базы свободы. Шалить здесь никак не разрешается. Хорошо, нам нужно на тихом друг. Поговорить с комендантом. Это что за молодой человек? Журналист. Эй, салабон, дай пройти. Ашот, братишка, подгони затворную раму. 20 долларов. Ну ты жаба. Ладно, получил коменданта. Тебе какое дело, откуда я пришел? Ну так что, Ашот? Слышишь, тебе надо, не мне, да? Да и шевели копытами. Возьми меня к себе в напарники. Все равно ведь нифига не делай. Слыши, а не пошел ты. Мне нужна Абуза. Включай трынг, где эти звезды на вас. Превратили, понимаешь, пару раз. Он говорит то, что журналист. И хочет напечатать статью о зоне. Я не буду Абузой. Я всю историю знаю. Еще он знает много сталкерских легенд. Говорит про какую-то натовскую экспедицию в центр зоны. И что эта информация очень важна. Что это будет просто бомба. Мы советуем ему никуда не ссуваться. Оставаться здесь и заниматься сталкерскими историями. Понабраться опыта. А лучше свалить за периметр. Может ты и прав. Если понадобится информация по биографии сталкеров легенд и тому подобное, обращайся. Я буду здесь, в баре. Если ты еще что-то узнаешь про экспедицию, обязательно сообщи мне. Пока. Ну кто там еще? Плохое место для прогулок ты выбрал. Разве ты не в курсе, что на нас постоянно нападают? Торчать у нас на базе, тем более носить комбинезон свободы, дело опасное. Мне нужен свобода весь Хандра. Слышал о таком? Да, это помощник Яра. Раньше у нас было два механика. Хандра больше с Чеховым общался. Он ему пятиюродный брат. А я с ним не очень ладо. Как мне попасть к лидеру свободы? Ха, риски ты мало. Значит база пока на карантине. Об аудиенции у верхнего не может быть и речи. Тем более, что ты наемный. С другой стороны, если окашь одну услугу, замолвлю за тебя словечко. Ну как, берешься? Выкладываю в чем дело? Возле базы пси собака завелась. Разберись с ней, когда я потолкую. Считай ее уже нет. Убить одну собаку, конечно, не заставит труда. Давайте посмотрим на это животное. Да, собака как собака. Возвращаемся обратно. За дальнейшими указаниями. Черт! Снова кому как успехи, наемник? Дело сделано, товарищ мертва. Отлично, теперь будет задача посложнее. Нужно доставить боеприпасы наши на дальнем форпосте. Дуй прямо кашоту, это наш торговец. Это задание я тоже помню. Она была в чистом небе. Показывай, чем зона наградила. Привет, приятель. Чего изволишь? Понятно, непереводимый диалог. Берем боекомплект и отправляемся на форпост. Который находится недалеко. Но я подозреваю, что там все будут убиты. Да, слышим выстрелы. Наемник, это Чехов. Форпост атакован. Даже не знаю, выжил ли кто. Но один из ПДА все еще активен. Может, на нем найдется полезный патрон. Найди его и доставь мне. Ничего полезного. Тоже ничего полезного. Где же все-таки ПДА? Да, вот оно. Эту историю мы тоже помним. Из чистого неба. Да, комбинанта нет. Он убегает. Теперь база открыта. И нам предстоит общение с командиром свободы. Проходи, сталкер. Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов. Я здесь главный. Запись с ПДА, которую ты нашел. Ну, кое-что проясняет. Ведь как получается? Все выходы из темной долины на замке. А нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы. Раз, и всех положили. Ребята уже думали, может, чем зону обидели. Зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать. Амулеты против призраков мастырить. А оказалось-то, что мистики нет. Комендант-то наш информацию от всех наших передвижениях сливал. Неприятный поворот. Крыса паскудная. Да, не ожидал я от него такого. Ведь сто лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первое добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А он продался, скотина. Иди берем. Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выхода из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Если честно, я ищу сталкера Хандру. Ступай в свободу. Да, умный мужик. Во всякой технике разбирался. Будь здоров. Кстати, он мне приходится дальним родственником. Он все редкие детали собирал. А недели две назад ушел в темную долину. Поискать чего-то я не вернулся. Видать, убили его уже. Жалко, парни. Хороший человек был. А не знаешь, куда он мог направиться? Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Не обижайся. У нас расклад грустный, что свободитесь. Скоро никем будут охранять базу от бандюков. Помоги мне выяснить, кто нападает на нас. Я тебе дам информацию, где искать Хандру. Идет. Что я должен делать? Найди коменданта, доставь его живым или мертвым. А я тебе шепну, где искать Хандру. Координаты ПД коменданта я тебе скинул. Договорились. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Давайте попробуем найти коменданта и посмотреть, что из этого выйдет. Идем к месту встречи с комендантом. Свобода против помощи. Давайте поможем. Там, скорее всего, найдем коменданта. Да, так и будет. Ведь в оригинальной игре он именно там и находился. Какой-то живучий пляж. Или я не попадаю. Когда патрон уходит выше. Красиво завалился. Прижму гада, вперед! Получи гранату. Ца, граната. Сегодня у меня что-то прицел сбит. Выше все патроны уходят выше. Что-то не так с прицельной планкой. Возможно, пришло время поменять наш ЭКМ. Навал или винторез. Осмотрюсь, что у мертвых бойцов. Вот и комендант. Это задание мы выполнили. Чехов, скорее всего, уже заждался у нас. Привет, спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные с ПДА коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляда оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда, получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных? Вот здесь пока с ответами не очень. Но это уже моя забота. А как там насчет хандры? Ты свою часть договора выполнил? Так что слушай про хандру. Я так на всякий случай отслеживал частоту его ПДА. Но сейчас сигнал очень слабый. Я лишь могу сказать, что он в темной долине. Да, не густо. Мы многое выяснили. Но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину. Нужно срочно выяснить, где эта нора и подорвать ее к чертовой матери. Ты собираешься на тело с наемников? Это же как поиски иголки в стопе сена. В долине есть одна старая установка еще с советских времен. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. И что я должен делать? Одна из антенн находится прямо здесь, на базе. Но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Договорились. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. У нас есть установки. Они же антенны. Как он сказал, их здесь две штуки. Помочь свободопсам захватить эти установки. Хорошо. Я на первой точке. Давайте поможем свободе зачистить антенну. Да, интерес определено лучше. Еще кто-то остался. Где вы, молодой человек? Странно, вы стоите, конечно. Ну, товарищи из собой-то, подходите. Первая точка готова. Стоянка на ферме, это наша вторая точка. Надеюсь, отряды свободы уже фальтируются туда. Хотя я сам могу справиться. Своих бы не попасть. Да, с такого расстояния неплохо. Пошел. Но ненадолго. Еще кто остался? Да, пули свистят. Нема. Так, а почему баланс газом не срывается? Да, это точка теперь наша. Координаты тоннеля. Район заброшенного завода. Именно оттуда в темную долину прут наемники. Всем группам внимание найти и уничтожить тоннель. Так, это болото, но нам пока туда не нужно. Ладно, отправимся на завод. Посмотрим, как там стоят дела с зачисткой наемника. Здесь вовсе уйдет стрельба. Вовсе на ветру. Двое. Вовсе на ветру. А вовсе на ветру. Так, в цельной планке я все равно попадаю выше. Только не говорите, что это косо. Слабо там все вообще уйдет по стене. Слабо там все. 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 Все, накрылась операция. Подрывай тоннель к черту. Вот. Слабо там все. Слабо там все. Слабо там все. Все, готово. Слабо там все. Тупик. 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 Ну а что, дело говоришь. Присоединяйся. Еще один в напарнике набивается. Ну ты иди, а сейчас мне надо к Чехову зайти. Покинуть ряды свободы и взять припасов. Давай встретимся на свалке. Но то мы порешим. А на этом я заканчиваю серию. Всем спасибо за просмотры. С вами был Александр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok